В Сочи завершился уже 32-й чемпионат и первенство России по тэквондо и ТФ. В федеральном центре единоборств Югспорт собралась тысяча спортсменов из всех уголков страны. От 11 лет до ветеранов этого вида спорта. Из победителей именно этих соревнований будет сформирована сборная России для участия в крупных международных турнирах, чемпионате Европы и чемпионате мира по тэквондо. Нариман Котлеров из Геленджика боевым искусством занимается с 11 лет. Его задача, как и остальных спортсменов на соревнованиях, показать комплекс атакующих и защитных приемов. Парень рассказывает, что к победам шел упорными ежедневными тренировками. У нас с понедельника по пятницу каждый день тренировки вечером. И в субботу у нас проходят спарринги. В воскресенье мы отдыхаем. А так занимаемся почти каждый день. Напомню, что искусство тэквондо зародилось во второй половине 20 века в Корее. Его суть – самооборона без оружия, нацеленная на облагораживание души, достижение высокого интеллектуального уровня, грациозной техники, несокрушимой силы и прекрасной физической формы. Тэквондо в первую очередь очень много уделялось внимания не только оттачиванию спортивного мастерства и физических качеств, но и все-таки формированию каких-то духовных ценностей, моральных принципов. Применить это боевое искусство можно только для защиты слабого или для защиты своей родины и страны. Во всяком случае, мы в нашей федерации уделяем много внимания именно на эти психологические подготовки спортсменов, их формированию каких-то патриотических ценностей и формированию высоких моральных качеств. Влияние тэквондо на стойкость и выдержку морального духа подтверждают и сами спортсмены. Я стала более сдержанная. Я раньше на первых соревнованиях была очень, очень нервничала, сердце очень сильно билось. Но пока шло вот это все время, я становилась более спокойнее. Вообще тэквондо зацепило меня тем, особенно боями, потому что в спарингах мы стоим. Мне нравится, когда ты можешь накопить злость, выразить это все на соперника и сделать очень хорошие удары. Из-за пандемии в этом году чемпионаты первенства России по тэквондо организовали в закрытом формате без зрителей. Четвертый год подряд соревнования проходят в Сочи. В Сочи почему и был выбран для проведения, так как у нас оточена система, во-первых, проведения таких мощных мероприятий. Есть прекрасная спортивная база. Но, конечно, в ряде ковидных ограничений мы сегодня, наверное, лидеры в стране. И мы можем обеспечить безопасность именно медицинскую как спортсменам, тренерам и участникам. Отмечу, что победители этих соревнований представят сборную России на чемпионате первенстве Европы, которая пройдет в Хорватии в конце марта. Напомню также, что Краснодарская краевая федерация тэквондо ИТФ территориально находится в Сочи. В городе этим спортом занимаются более 500 спортсменов. Отделение тэквондо ИТФ открыто в спортшколе номер 5. Юлия Хрусталькова, Дмитрий Петрий. Время новостей.